Здравствуйте, дорогие телезрители! Игра «Думай, зная, познавай» вновь с вами. Я, ведущий Кирилл Махров. Мы подготовили пять новеньких вопросов, которые хотим задать очередному нашему участнику. Надеемся, как всегда, что он правильно на них ответит. Ну что, зададим? Присядьтесь, пожалуйста. Алиса. Алиса. И Соня. Соня. Мы сегодня играем с Алисой и Соней. Ну что, девчонки, я задам вам пять вопросов. Но, надеюсь, вы не дадите пять правильных ответов. Поочередно каждый вопрос вы будете оценивать. Минимум один балл, максимум в пять. Ваша задача из пяти вопросов надо набрать 20 баллов, для того, чтобы получить кубок «Видное ТВ». Какой общекомандный инвентарь используют спортсмены во время эстафетных соревнований по бегу? Ну вот эстафеты представьте, да? Эстафеты. Вот что, один инвентарь на все, на все. Вот что они передают друг другу? Эстафета. Какая эстафета? Ну, можно в беге. Да, давайте побегу. Вот что они передают, вот когда вот они, один передает эстафету другому, что они ему передают? Что передают, я не знаю. Как вы думаете, что можно передать? По эстафете, по бегу. Можно, сейчас надо подумать, подумать надо. По эстафетам, по бегу, по бегу, по бегу. Вот они вот, бегут, бегут, бегут. Один пробежал, передает другому. А, ну вот так вот, зайдешь? Нет, они передают кое-какую вещь, кое-какую вещь. Вещь? Что это за вещь? Ну, с чем удобно бежать? Мяч. Мяч, ну с мячом, разве удобно бежать? Нет. С самокатом удобно бежать? Нет. На олимпийских играх, например? А что удобно передать? Ну, например, можно удобно бежать с полотенцем. С полотенцем? Так, хорошо. Это легко. Да, с полотенцем. С листочком. С листочком. А еще вот так, чтобы можно было его не смять, чтобы из руки не выпало. Телефон. Нет, телефоном нет. Сейчас. Надо минутку прям. Сейчас, минутку. Вот что можно передать? Представьте, что это такая вещь, которую легко передать. Вот что у нас легко передать? Такая вот длинненькая, может быть. Палка? Палка. Ну, как вариант. Линейка? Линейка. Да, линейка. Так, что еще? Факел. Факел. Понятно. Так. Ну, вот вы уже выбрали, скажем так, те варианты, которые бы вам могли подойти. Вот из этих вот выберите один. Какой? Палка. 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 А на сколько уверены? На 100%. Нет, на 50 точно. На 50. На 3 балла, да? Да. Смотри. Это правильно, они передают эстафетную палочку. Как называется машина, которая ездит по Луне? Ой, ее ответ не так, неправильный. Ну, по Луне. Сейчас, я по Луне, по Луне назову. Во, во, во. Сейчас, сейчас, как-то можно. Вот по Луне ездит. Сейчас, сейчас, сейчас. Как это правильно? Вот такая машинка. Да. А будем считать, что она по Луне ходит? Вот как вот, созвучно? Вот так вот ходит. Ну, и как мы ее назовем, эту машинку? Луноход. Луноход. Мне кажется, она... А на сколько уверена? На где-то... На 1%. На 1%? На 1 балл. Луноход, это правильный ответ. В каком году завершилась Великая Отечественная война? В каком году? Вот мы День Победы отмечаем. В каком году закончилась Великая Отечественная война? 2000... 2000, да? Нет, не 2000. Тысяча... 900... Тысяча девятьсот... 40... Седьмого года. Нет. 47. А если подумать? Это ведь написано на каждом... Тысяча девятьсот... Тысяча сорок... Годов. В 1942 году. В 1942 году. Вторая? В втором. В году. В втором. А может не в втором? Может в третьем? А может в третьем? Нет. Нет, нет, нет. Тысяча девятьсот... Сорокого? Вроде сорокого. давайте вам подскажу 1945 давайте следующий вопрос какое животное является героем мультфильма и зовут его шерхан животное шерхан ты любишь мультики так ты знаешь шерхан так но это я смотрю 2021 такая из семейства кошачьих 3 кота шерхан 3 кота да нет не шерхан шинчик-то в виде мультика про кочков шерхан давай такой большая-большая кошка такая большая кошка такая полосатая большая полосатая кошка что это может быть вроде я это смотрела вроде нет но ты не додумываешься да это у нас я уже не помню я тоже не помню не помните это тигр какое время года мы называем золотым весна весна а почему 8 8 ну золотые какие-то какие-то желтые золотые и когда у нас после этого после после лета после лета после лета а после этого что идет вроде весна после лета весна после змея осень а весна после змея понятно а на сколько уверена на 50 на 50 50 процентов да да понятно но это правильный ответ осень мы считаем называем золотым потому что листья желтые золотое время года девчонки вы ответили на три вопроса из пяти этого конечно для кубка мало я в любом случае вас благодарю спасибо вам огромное удачи вам а а а